Я очень не люблю лечить зубы по телефону. Вот я пообщаюсь со своими коллегами, я уже начал с ними общение, и университетскими коллегами, и коллегами из вашей транспортной администрации. Я еще по городу поезжу, а после этого не оцениваю ситуацию. Лечение зубов по телефону очень плохое занятие. Все-таки ваше мнение на про первую очередь. Я единственное, что могу сказать, вот, единственное, что могу сказать, что по тем шагам, которые принимает транспортная инстанция города, и в части развития общественного транспорта, и в части удавления сброса на автомобильные поездки, что самый острый вопрос для городов России, Казань находится, безусловно, среди гидеров отечественного правления отечественного. Безусловно. Ни один город мира не может себе позволить такую ростышь, как звать людей, работающих в центре города, на плодневную парковку, на весь очереди. Таких счастливых городов нет ни в мире. Вот сейчас мой, один из моих учеников, выпускает русское издание, знаменитой американской монографии, или «Хайк-хостер-фип-пау». «Высокая цена бесплатной парковки». Вот она, высокая цена бесплатной парковки. Город за это платит. Жутко высокую цену. Город, если в городе следа становится некомфортной. Идея о том, что я поехал на Лизли на работу, оставил здесь машину, и вот мне это хорошо, и идея в том, что моя поездка на автомобиле, если я не плачу за парковку, стоит в общем-то на бандит. Дешевле, чем поездка на метропную автобусе. Вот эта идея, идея двери, мы не подключаем, как в следующем времени. Мы на эту тему экспериментировали на все города в России. Платную парковку ввели мировую практику. Значит, мы в Америке 80 лет назад, в Америке там Париж, в Минкене, где-то, наверное, уже 60-х годов. Мы ждали до последнего дня. Ребята, это невозможно физически. Мне очень жалко этих людей, что там придется пересесть в автобусе, на метро. Ну, к городу нет другого выхода. Скажите, вы будете встречаться, вы сказали, будете встречаться с сотрудниками исполкома. В своем визите расскажите, что вы какие-то рекомендации будете давать. А вы знаете, я сначала с ними поговорю. Вполне возможно, я рекомендации буду не давать, а получать. Это сильно зависит от степени продвижения моих казанских коллег. Сильно зависит от степени продвижения в освоении разумных мировых практик. Вот надо простую очень вещь, понимать. Вот я приезжаю в любой город мира, а я много езжу, не только в России, я всегда либо сам считаю, либо узнаю у местного планировщика, сколько квадратных метров асфальта общего пользования приходится на один автомобиль. И вот если, скажем, на один автомобиль приходится, ну, как, квадратов, ну, 200, да, вот 200 квадратных метров асфальта на один автомобиль. В этом городе я с удовольствием буду ездить за рулем, понимаем, что это автомобильный город, да? Вот такие города, которые есть на Пазахиане. В Европе ружья, где-то сотни, сто квадратных метров на один автомобиль. В Казани, вот я только что разговаривал с Айдаром, вашим транспортным администратором, они уже посчитали эту цифру после национального выступления в Казахстане. 40! Ну, господа, вы понимаете, что это самое? В этих условиях жесткие ограничения на ежедневное использование автомобиля необходимо, что-то вот как смена временем года. Вот просто зимой будет весна. Не зависит ни от политики, ни от воли начальника, ни от рекомендаций аспектов. Это объективная физическая реализация. Всегда парковочный тариф это мера не фискальная, а регулирующая. Вот я о возрасте говорил. Не фискальная, а именно регулирующая. Вот мировая прогноза в чем заключается? Надо подогнать тарификацию, это не только размер тарифа, потому что сложно дифференцированный тариф, обычно, если уже опыт хороший, по месту, дню недели, времени суток. То есть сложная дифференциация. И по продолжительности парковочного сеанса. То есть город даже говорит, вот ты приехал на главную встречу, ну это замечательно, вот ты заплатишь монетку за то, что ты стоишь. Так? Но если ты почастно ехать автомобиль на 9 часов, ты заплатишь не 9 монет, а 39. Потому что город не хочет, чтобы я целый день оставлял автомобиль. Это чисто регулирующая мера. И город потихонечку осваивает эту практику и подгоняет этот тариф под правильное регулирование спроса на ежедневное пользование автомобилем. Никто не ставит перед собой фискальных целей, не разумно.